ну давайте бестселлер они порядка пяти лет используют на внутреннем рынке а здесь они выдвигаются перпендикулярно видимо у китайцев уже дороги значительно лучше чем у нас красавец какой серьезный какой-то другой инертный газ не закачать зачем используется азот не страшно представить сколько немецкий тогда аналог стоит самый шоколад это кабина похоже мы с вами раскрыли секрет стоимости автокрана за счет чего он дешевле продолжение сегодняшнего дня 31 августа мы приехали на базу иксим же сергея сергей привез вернее вот и тут вот какое-то количество машин стоит и техники можно оценить по наличию что есть и что интересно есть 25 тоник 55 и 70 70 есть еще не сказали 220 до почему вам сейчас это все покажем значит кстати вот эдуард получается сервисный инженер компании иксим же где-то техно гц техно прошу прощения но у меня в голове уже ассоциация ксим же зашки цитинга цитинга значит икси вжи в общем давайте ребят показывает пойдемте сейчас наверно я смотрю галича номер галича динам разгружает это тем не менее это наверное наемный кран какой-то погрузчики в разобранном виде стоят фронтальные погрузчики пятитонные ну как правило трех кубовые самый оптимальный вариант но ставится и три с половиной куба на такую машину прекрасность работают заказа рекомендовали все очень хорошо впереди видим большое количество крановой техники это буровая какая-то да это буровая вот таким образом можно наблюдать как приходит гусянка кстати получается давай он еще раздвижная по ширине да вот видно да 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 это вот по тяжелее машина вот вы тоже стоит с обсадным столом как это называется обсадной стол так ну давайте чё какие краны будем смотреть ну давайте бестселлер рынок и к сети 30 и к сети 25 экскаватор и да да вот это он я царю машина для укладки асфальта для меня это дорожная фреза а фреза для снятия асфальта сергей научи меня различать по маркировке грузоподъемность все очень просто и к сети 55 значит это грузоподъемность 55 тонн ну то есть цифровой индекс он обозначает да да и к сети это новая версия до этого ранее была использована аббревиатура кивай сейчас вот используют их сети то есть все машины которые уже идут под индексом их сети тоже машины нового образца разработана специально для россии основная вот основной плюс компаниях 7g что перед тем как выпустить на российский ну либо на внешний рынок они порядка пяти лет используют на внутреннем рынке ну там обкатывают да 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 то есть все недостатки которые там есть они естественно всплывают их начинает устранять и до нас уже доходят машины не только да 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 они нужен для для внешнего рынка да вот смотрите бестселлер рынка 25 и к сети 25 l5 с трехосную да да это трехосная машина но если взять например российские аналоги то она конкурирует там с 32 тонным с 32 тонным краном то есть по угрозу высотным характеристикам есть еще у этой модели индекс l4 это говорит о том что у нее 4 секционная стрела то есть она l5 у нее 41 метр стрела l4 34 метров не соответственно это без гуська вот они в таком состоянии приходит железной дороге полностью увязанные разобранные здесь 5 опор на машине то есть она может спокойно грузить грузить разгружать груз перед собой то есть а перед кабиной заводить за кабину да то есть работа в 30 360 градусов полноценные а кстати мы с тобой вот кран 70 тоник смотрели там за счет того что опоры поворачивают немножко под углом до образный там не нужна пятая там не нужна да там к-образная опора называется к бракам из образного образная опора а здесь они выдвигаются перпендикулярно здесь и на да то есть образно перпендикулярно ну ты можно пойти давай конечно конечно но это 55 может быть лучше 25 ну давай посмотри да лучше если уж мы 25 рассматриваем то я думаю что лучше посмотреть 25 ну и тут кстати тоже радиатор находится низковато да это вот на самом деле даже у полноприводных автомобилей точнее кранов у них точно также расположен но не совсем удобно будем говорить радиатор видимо у китайцев уже дороги значительно лучше для нас они не понимают вообще зачем задирать радиатор кверху да кто был в китае напишите от ни разу не был xmr 403 ведь и это комбинированный каток очень востребованная модель за счет малых габаритов и как бы дорожники очень очень и любят очень хорошо на тротуарах ведет себя и полноприводный кран ты покажешься нет полноприводных кранов здесь нет у нас да жалко я думаю такие востребованные мою аудиторию бы интересовало полноприводные машины но дело в том что они уже есть но на сайте у вас уже есть да конечно на сайте нас полностью актуальная информация кого интересует xmg 25 тонн полный привод вот сергей сергей набирайте 220 то посмотрим да пойдем вот это до машины до красавицы серьезный тоже получается вот у него похожая система в принципе как и остальных аномарок гидроцилиндрами подняет он модульная сивами грузов суши но очень похоже вот даже зайца я помню да вот эдуард услышал мои мысли как наливки я вчера просто липхер снимал 250 тонн пульт управления опорами очень похож кстати мне что у липхера заинтересовало у него получается гидропневматическая подвеска причем в качестве воздушной составляющей закачивается сжатый азот тут подвеска какая тоже гидропневматическая подвеска вот видно кто будет смотреть ролик напишите почему с чем связано почему-то заказа качество почему просто воздух допустим какой-то другой инертный газ не закачать зачем используется азот покрышки смотрю тут хорошие мишленовский да да и здесь не через даже как мне на краны то в москве есть от большой грузоподъемности x7 же 220 тонн интересно сколько у него якорь сам есть по себе тоже тонны полторы больше должен быть тонну 881 тоже он с гучком может быть да да гидравлический имеется ввиду что раздвижение а раздвигается а здесь тоже крабовый ход у всех колес или нет да ну передний мост понятно и особенность идет трансмиссия на полуавтоматическая первая вторая пусть получается ведущий вот видно колесные редуктора есть с оси видимости и посередине колесо без редуктора далее ленивец ленивец он поднимается смысле но поворачиваем ось управляемая поворачивается здесь тоже видно цилиндры тоже поворачивается то есть абсолютно все оси поворачиваются да да здесь тоже поворачивается ось и здесь поворачивается то есть все оси поворотные сергей не проводили аналогию вот разница в стоимости процентов процентов на 35 35 процентов дайский автокран дешевле опять же это нужно смотреть по моделям то есть есть превышение даже 40 и 45 процентов зависимости от модели ну да от кран продан уже или нет насколько я знаю тут да уже продан по цене не скажешь сколько стоимость данного крана составляет 120 миллионов рублей 220 крана ты сервис стоит 120 миллионов до 120 миллионов рублей не страшно представить сколько немецкий тогда аналог стоит ну процентов 40 можно сразу прибавлять такой технике точно а это сюда запитывается контрольные точки до отбора давления и по ним диагностика происходит видно рулевой механизм ломаную раму фильтр топливный грубой очистки судя по всему видную трансмиссию чет я сломал не закрывается мужики вот починил а сколько гарантия кстати на такую продукцию год гарантия года до либо 1000 моточасов заместились от того что наступит ранее но мы также идем навстречу клиенту если можно расширенная гарантия то есть дополнительная в можем тоже рассмотреть и расширение гарантии получается также опоры фиксируются пальцами вот видно есть камера заднего вида потом сейчас сейчас залезем с вами в кабину посмотрим то есть камера заднего вида получается с инфракрасной подсветкой то чтобы было видно в ночное время противовесы обработаны противоскользящим покрытием а вот дополнительная ребятка как раз камера на то как укладывается трос да я так понимаю да канат канат правильно греть канат прошу прощения крановщики просят меня я вылет часто путаю с длиной стрелы но уже все меньше и меньше на самом деле я понимаю чем отличается вылета длины стрелы но так просто бывает не подумавши скажешь а народ начинает ругаться в комментариях а иногда народу только дай повод поругаться так ну чё пришло время на платформу залезть наверно да давайте и кабину как кабину нет кабину оставим на потом самый шоколад это кабина с мониторами жалко что сейчас ее не запустить или можно запустить нет нельзя машина продана просто уже константин про про технику про предприятие про людей кабина здесь честно скажу я по свежей памяти мы только что смотрели с вами 70 тонн экран кабина один в один по размерам то есть очень похоже если я даже не сказал что она такая же то есть такой же здесь пульт управления видно вот то же самое мы смотрели у крови в автокрайне у артема на 70 тонн и ки такой же монитор если по моему я не помню джойстики такие были нет но честно наверное скажу тесновато то есть зимой зимней одежде здесь будет тесно мне вот сейчас уже немножко скажем так тесновато но я правда и вешу почти 90 килограмм то есть я думаю что крановщику который здесь будет работать надо дополнительно будет еще ходить спортзал да значит у липхена у липхера кабина объективно больше наверно но сантиметров может быть на 15-20 она пошире вот монитор смещен в паровой части здесь есть такая штука то есть как бы ну пошире маленько педаль газа я так понимаю вот эта педаль это убирает лесенку да вот это вот да то есть она уезжает туда что у нее пневмопривод или нету там пружины и ролики пружины и ролик ну давай покажи а то есть вот она такая то для чего сделано то а то есть когда она выдвинут она не в говорите получается дверца здесь закрываться вот так вот да вот таким образом закрывается две есть форточка есть форточка с правой стороны кстати сейчас спросим если здесь угол наклона кабины вернее цилиндр наклона здесь есть или нет этой кабин есть да то есть кабина поднимается также опускается но сейчас если сможем залезть залезем то есть вот судя по всему монитор с который можно смотреть на камеру а здесь камера на головке стрелы есть вверху на на стреле есть камера нет сейчас залезем с вами посмотрим если камера на головке честно скажу я как сказать я здесь занимаю позицию никого хвалить ругать не хочу просто показывала то что собственно вижу и сам вы уже делаете выводы самостоятельно лучше эта техника хуже эта техника с другими аналогами тоже я не знаю то есть единственное я вам могу показывать и судить по каким-то косвенным внешним признакам но вы уже делаете выводы и было бы здорово если кто-то уже эту технику эксплуатирует вы пишите пожалуйста комментарии значит к видео и ваши комментарии помогут в выборе потенциально покупателям кто только планирует покупать эту продукцию то есть то что но опыт в россии уже есть машины такие продаются я думаю что уже есть и люди которых эксплуатируют и мало майска какой какая-то информация уже накопилось что что ломается какие слабые стороны из какие сильные стороны я вот констатирую что мне ну сиденья наверное маловато то есть ну в летней одежде вполне нормально но зимней одежде здесь будет немножко тесновато напишите удобно вам поле кто работает с джойстиками на этих кранах у меня были обзоры уже на краны других производителей я вам признателен то что вы писали свои комментарии но буду ждать собственно отзывы и в этом видео ладно полезли дальше также здесь алюминиевая платформа для облегчения сейчас залезу мне интересно если на стреле видеокамера на верхней вот видно что баки здесь бак с гидравликой бак с топливом интересно здесь сделаны второпластовые такие штуки катушка смотчик но камеры здесь нет на головке может быть сейчас посмотрим снизу отсюда я не вижу присутствует бак с мочевиной приличных таких размеров ну я так понимаю это наверное бак основного двигателя ну если бы была задрота стрела конечно мы бы увидели с вами гидравлику трубопроводы которые находятся под стрелой так сожалению мы не все сможем наблюдать напишите в комментариях кто знает для чего вот этот трос то есть это просто трос который натянут слева и справа от стрелы вот вот это основной трос и вот еще один трос с этой стороны еще один трос строй стороны тот случай когда залез а как спуститься не знаю видно всю гидравлику да кстати двигателя здесь нет так получается вот за счет чего он еще дешевле то есть двигать это здесь один или они оба на находятся спереди вопрос а один двигатель у липхера два движка аналогичной модели здесь получается второй двигатель мы пока не нашли но здесь управление гидравлика вот видно гидро насос с редуктором с планетарным поворота колонны гидрораспределители так загадка сейчас посмотрим надо лезть обратно тогда или с этой стороны также стоят здесь радиаторы похоже очень системы охлаждения двигателя до или нет эта система охлаждения судя по трубопроводам скорее всего масло вот видно воздушный фильтр похоже мы с вами раскрыли секрет стоимости автокрана за счет чего он дешевле чем аналогичный липхер то есть у него получается похоже один движок что если размышлять логически наверное одного движка и достаточно потому что но кран когда работает машина же стоит она не едет то есть какой смысл ставить второй двигатель да но с другой стороны немцы просто так ничего не делают если они изначально поставили два движка наверное в этом тоже какой-то смысл есть в общем я жду ваших комментариев размышляем вместе поразмышляем по этому поводу насколько все-таки необходим второй двигатель эдуард а по мощности движок здесь не знаешь сколько 318 киловатт 318 киловатт есть калькулятор на 136 надо умножить я как-то привык все-таки больше в лошадиных силах 432 лошадиных сил а кстати не обратил внимание здесь кабина такая же вот эта кабина чуть чуть шире да ну в кабину мы сейчас с вами залезем мы ее оставили на потом специально то есть то место кстати где крановщик проводит не с не больше всего времени больше он все-таки проводят в скворечнике но тем не менее тоже важный момент особенно допустим для москвы учитывая габариты и веса крана передвижение на таком на таком кране возможно только по ночам и скорее всего в сопровождении либо по специальным пропускам то есть водитель часто приходится ночевать на такой машине прямо на объекте по сути жить поэтому кабина тоже имеет значение немаловажно и полезем полная масса 59 тонн довольно просторная кабина кстати с автоматической трансмиссии здесь дали как сказал сергей полуавтоматически как те кабину хорошо мне нравится я бы купил бы себя кафе вы себя на дачу ездить как вариант на поняли приводи обратил внимание у ребят у всех этих спальники переделан даже вот 70 тоники мы были с тобой то есть они уже оборудовали спальник то есть все-таки актуально до свалить или здесь недостаточно получается они часто живут на стройплощадке возможно конечно это нельзя по охране труда да но жизнь диктует свои условия и приходится но кабина как кабина по сути если вот наверно тот монитор куда транслируется видео с видео с камер наблюдения получается камера здесь задняя заднего хода есть камера на смотчики лебедки кстати не посмотрел спереди камера есть нет сейчас глянем не спереди камеры не туда но можно как дополнительную опцию установить в принципе да то есть это уже будет стоить копейки да в рамках такого проекта да ну в общем не знаю 120 миллионов у меня конечно в голове такая сумма не укладывается но каждый но своими категориями давайте будем такой вот рамочное предложение да то есть может быть кто-то как бы что-то знаешь 120 миллионов по большому счету посмотришь на ваши стройки московские и понимаешь что там просто в миллиарды там просто космические цифры сколько станции метро сейчас сдается в москве не знаешь ежегодно ежегодно не знаю но там там очень много до вас здорово строится напишите в комментариях вообще какую-то статистику о потраченных деньгах хотя но их эти деньги лучше напишите в единицах станции построенных там за год или за пятилетку за последние так далее поэтому возможно что стоимость крана там 120 миллионов по большому счету но это ерунда по сравнению с объектами которые он позволит построить вот если у кого-то есть опыт я всех всегда спрашиваю зрителей то делитесь этим опытом вынужден констатировать что есть определенные огрехи но чисто визуальные да потому что ну чтобы понять работу это надо слушать все-таки непосредственно крановщиков да но и с другой стороны опять же часто чисто по внешним признакам ну исполнение там сварочные швы можно констатировать что китайцы ну ушли далеко вперед уже наверное они конечно европу еще не обогнали то есть там свои технологии уже но тем не менее уже где-то близко ну и на этом фоне наверное немножко может быть где-то печально что к сожалению мы ничего подобного пока не делаем по-моему на сегодняшний день самый мощный автомобильный кран 100 тонн есть у галичского кранового завода и все может быть я ошибаюсь вы меня напишите я к сожалению на галичи так и не побывал вот коронавирус помешал я надеюсь что это был коронавирус потому что если он кончится все-таки туда съезжу вот но я до сих пор жду предложения не теряя надежды побывать на галичском крановом заводе снять фильм но насколько я знаю по моему 100 тонн если я ошибаюсь напишите в комментариях сколько они сейчас изготавливают ну максимальной грузоподъемности краны именно автомобильные то есть не про гусеничные вот ну подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии значит по промо по промо коду константин про мне сергей по секрету сказал если будете говорит звонить в отдел продаж скажете увидели на канале в ю тубе константин про вам скидка будет на технику да конечно конечно подыграл мне все на все наверно жара у нас просто жара не у нас а в москве у вас жара я надеюсь у нас на урале там сейчас приедут там градусов 10 не больше просто не могу в 30 градусов кто бы мог поверить 29 сегодня к 31 все я еще во времени потерялся 31 августа жара под 30 градусов ехали в машине 31 даже до 31 градусов на пляж она до свидания пока в общем пока шли я тут на задворках увидел такую технику вы не поверите лесной кран x7 же что-то стоит он тут судя по всему уже давно видимо не пользуются спросом но это лесной кран либо лесной либо для металлолома явно кого-то если заинтересует ребята должны с хорошей скидкой продать давно стоит не пользуются спросом что или чё или забыли у нас на работе как-то было ходил я по базе ходил смотрю манипулятор лежит юник а нигде по документам его нет забыли просто год лежал на базе никто про не может быть у вас также вот еще один 55 тоник стоит и 70 тоник который мы с вами сегодня уже снимали вы его видели трудится на строительстве метро название не выговорю хорошего мне венки ну хорошая хорошего мне венки или мне вне как вы так выговариваете и вообще я даже если выпью не выговорить переезжайте к нам тут 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 все хочет да так пойдет то перееду будем рады это чё комплектация до краном приходит вас таких вот железных ящиках получается это вот штука фильтр откручивать я знаю манжеты уплотнительные на гидроцилингу предохранители это форсунка какая-то это на дорожный каток скорее всего чтоб асфальт не прилипал колес а вернее не или чтоб не пылил набор ключей ну-ка вот это давай вытащишь нет да вместе там он еще что-то патронов цене патронов не за еще один суши вот набор инструментов когда распаковка зашка передачи есть пресс масленка здесь вот она ручной пресс для консистентной смазки в общем тут у ребят склад склад я так понимаю запчастей вот тоже добро какое-то нищего какой чемоданчик надо надо просто открыть алюминиевый его приборы получается для настройки скорее всего и проверки гидравлической системы то есть манометры два манометра один обычно до фильтра другой после фильтра для того чтобы определить засоренность или работу или до и после масляного насоса вкручиваются то есть это вот прибор контроля учета ящик классно нет такой под блесну под инструмент да 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 ключи там все ящики прикольные какие наши военные да 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 может их не военные есть тоже а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok